Сергей Книгмедович, здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время в этом плотном графике, потому что сегодня ваш первый визит в качестве премьер-министра в Россию. И ваша первая встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Да, сегодня первый визит. Можно ли подводить какие-то итоги этой встречи, этих переговоров? Вот такие регулярные встречи, они, конечно же, придают динамику развитию отношений, укреплению связи между нашими странами. Тем более, что они исторически традиционны. Мы находимся на одном континенте. И те решения, которые были приняты в рамках Таможенного союза, Единого экономического пространства, они, конечно же, дают хорошее основание для развития и перспективы. Мы действительно уже три года переживаем серьезный институциональный эксперимент, как его называют, это таможенный союз, в котором участвуют Россия, Казахстан и Белоруссия. И этот таможенный союз сейчас получил развитие в виде единого экономического пространства. На ваш взгляд, можно ли сегодня оценивать уже результаты этого сотрудничества? И по-прежнему ли стороны рассматривают эти результаты как исключительно позитивные, положительные? Историю вопроса вы хорошо знаете. В начале 90-х годов наш президент Мстанавич Назарбаев высказал идею о создании евразийского экономического пространства. Эта идея нашла хорошую поддержку. И с 2007 года она начала реально воплощаться. Главы государств на своем уровне, руководители правительства на своем активно развивали эту идею, тему. И уже в 2007 году было подписано большое соглашение. То есть сейчас мы находимся на середине этого пути. И должен вам сказать, что с середины прошлого года, то есть 2011 года, уже отменены все таможенные структуры на внутренних границах трех стран, участников таможенного союза. И действительно сейчас идет кодификация всех нормативно-правых документов, которые были приняты, а их порядка 64. Это достаточно большой блок нормативно-правовой базы, который сегодня уже анализируется с точки зрения его качества, принятия сроков. И я думаю, что таможенный союз, единое экономическое пространство – это будущее. Будущее для наших стран, для конкурентноспособности наших товаров, для свободного перемещения товаров, работы и услуг. И все стороны буквально два дня назад в нашей стране с официальным визитом находился господин Мясникович, премьер-министр Белоруссии. Он также подтвердил, что альтернативы таможенному союзу нет и что интеграция в рамках таможенного союза, единое экономическое пространство – это будущее для наших стран. Можно сегодня говорить о равномерной и равнозначной интеграции между странами таможенного союза, единого экономического пространства? Или наметились какие-то особенности, и в чем они состоят в отношениях с Россией? Если говорить о сегодняшних реалиях, то один из членов таможенного союза сегодня де-факто находится в составе ВТО. Казахстан на пороге. Если все переговоры нормально пройдут этого и следующего года, то мы ожидаем в конце 2013 года войти в Всемирную торговую организацию. То есть два из трех членов таможенного союза реально будут находиться в ВТО. Вопросы, связанные с требованиями Всемирной торговой организации, они достаточно серьезные. Они приняли Россию именно на условиях и требованиях ВТО. Такие же требования и такие же условия они создают и для нашей страны, для Казахстана. Поэтому мы будем унифицировать. Я думаю, что и белорусская сторона в рамках того, что две страны таможенного союза находятся в ВТО, я думаю, что они достаточно цивилизованно подойдут к вопросам унификации всех вопросов, которые связаны с условиями таможенного союза. Путь России в ВТО был очень тернист и очень труден. Казахстан наблюдал за этим опытом, вероятно. И что-то вы смогли учесть? Да, конечно. Я думаю, что у дверей ВТО России в два раза больше стоит и стояло, вернее. Казахстан, конечно же, присоединился позже. И мы, конечно же, учились тому переговорному процессу, который проходила Россия. И не просто проходила. Всем тем вопросом, как добиться, будем так говорить, сроков, условий для, в первую очередь, товаропроизводителя в рамках конкуренции, с тем, чтобы перейти те этапы, с тем, чтобы товары извне, в рамках Всемирной торговой организации, участников ВТО, не заполонили, будем так говорить, экономическое пространство наших стран. И вы к этому готовы? Задача Казахстана вступить в ВТО на любых условиях или защитить своего производителя? Прежде всего, к этому должны быть готовы сами товаропроизводители. Конечно, в рамках мер государственной поддержки и у России, и у Казахстана достаточно очень хороший опыт. У Казахстана, в частности, за все эти годы, особенно кризис 7-8-9 года, выработаны достаточно серьезные программы, мер государственной поддержки как бизнеса, предпринимательства малого и среднего предпринимательства, так и товаропроизводителей. Это программа «Дорожная карта бизнес-2020», программа «Занятость-2020». Эти программы, в первую очередь, нацелены как раз таки, чтобы безболезненно пережить те кризисные годы, которые нам предстояло переждать. И поэтому со стороны государства были приняты меры, на самом деле, беспрецедентные меры поддержки. Были поддержан финансо-экономический сектор, то есть банки, был поддержан малый и средний бизнес, была поддержана промышленность. То есть, один на один с кризисом экономика Казахстана и ее участники, они не остались. Но, тем не менее, все участники, они в рынке уже давно. Мы, страна с открытой рыночной экономикой. Казахстан интегрирована в всемирную финансовую систему. И поэтому финансовый кризис 8-7-8 года, он, конечно же, в первую очередь ударил на финансовую систему нашей страны. И на рынок недвижимости и строительства. Поэтому вот 3-4 сектора экономики и, конечно же, малый и средний бизнес, государство было принято решение, государство было поддержано. Поэтому эти меры позволили смягчить и достойно выйти из этого кризиса. Поэтому вступление в ВТО, в таможенный союз, конечно же, имеют определенные риски для товаропроизводителей. В первую очередь для тех, кто будет неконкурентно способен в этих условиях. Все меры мы готовы со стороны государства поддержать. Тот, кто не будет двигаться с условиями времени, с условиями таможенного союза, ВТО, те, которые не будут модернизироваться, те, которые не будут учитывать реалии сегодняшнего дня. А реалии сегодняшнего дня достаточно жесткие. Жесткие, да. И они, с одной стороны, справедливые. То есть люди должны потреблять качественные, конкурентно способные, как в цене, так и по качеству его изделия. В любом случае, в новых условиях кто-то что-то теряет, кто-то что-то получает. Я думаю, что в рамках таможенного союза уже по итогам 2011 года товарооборот между нашими странами возрос. Если взять Казахстан, то он у нас вырос почти на 40%. За 2011 год товарооборот составил между странами, участниками таможенного союза, почти 24 миллиарда. У нас вырос экспорт товаров в рамках таможенного союза, но и вырос импорт. Тем не менее, мы видим, что таможенный союз – это свобода перемещения как товаров, услуг и, естественно, перемещения наших граждан. Это, конечно же, сказалось на активности, на активности бизнеса. Но, тем не менее, есть, конечно, мнение, что по ряду позиций где-то импорт какой-то страны преобладает. То есть он уже, так сказать, замещает продукцию. Выводы можно делать, да? Выводы, конечно же, можно делать. Поэтому понятно, что ряд номенклатуры товаров сельского, сельскохозяйственного производства. Белорусские товары, они достаточно активно продвигаются как на российский рынок, так и на казахстанский. Продукция машиностроения. Но, тем не менее, и российские товары, и казахстанские товары также активно двигаются на рынки России и Белоруссии. Кстати, Казахстан по налоговому режиму, по удобству налогового режима в мировом рейтинге оказался на 17 месте. Я сейчас посмотрю, у России, по-моему, 102 место, у Белоруссии 156. Нам есть к чему стремиться в этом смысле за вами. Какие преимущества это дает экономике? Как вы это почувствовали? Это выражено, может быть, в реальных цифрах. Вот как раз-таки возвращаясь к тому вопросу, что мы пережили и Россию, и Белоруссию, и Казахстан, тот финансовый экономический кризис 7-8 года, и когда были приняты меры государственной поддержки. До этого, конечно же, мы активно работали на снятие административных барьеров, созданию благоприятной среды для малого и среднего бизнеса, в том числе это и администрирование налоговой системы, конечно же, это и снижение налоговой нагрузки на производителей, в том числе на бизнес. Если сравнить один только вид налога, допустим, налог на добавленную стоимость в Белоруссии 24-22%, в России 18%, в Казахстане 12%. Один из признаков развитости экономики – это присутствие малого и среднего бизнеса в доле ВВП. В России здесь тоже есть к чему стремиться, и усилия для этого предпринимаются. Что у вас? Насколько для вашей экономики значительный малый и средний бизнес? Конечно же, хочется больше. Доля малого и среднего бизнеса у нас составляет чуть ближе к 20%. Но это связано, так же, как и у нас, так же, как и в России, со структурой экономики. У нас преобладает нефтегазовый сектор, у нас преобладает горно-рудная промышленность. И, учитывая, что в нефтегазовом секторе достаточно большие, серьезные и интересные проекты, которые дают дополнительные объемы производства, добычи нефти, газа, газоконденсата, а их цена на мировых рынках, вы знаете, какова, она, конечно же, увеличивает долю этой отрасли в валовом внутреннем продукте. Поэтому у нас и снижается доля малого и среднего бизнеса и доля агропромышленного комплекса. Тем не менее, мы ставим задачу, чтобы малый и средний бизнес активно развивался. И для нас очень важно, чтобы их деятельность была ориентирована не только на торгово-посреднических, но, в первую очередь, на производстве. Поэтому для нас в рамках бизнеса и его поддержки локализация казахстанских товаров, особенно в промышленности, для нас очень важно. Давайте поговорим подробнее о проектах интеграции. Всем известно, что интеграционные кооперации у нас остались, такие российско-казахстанские кооперации остались еще с советских времен. Например, бокситы и руду возят из Казахстана в Россию. Еще ряд направлений можно вспомнить. Конечно, нельзя исключать и этих традиционных отраслей. Тем не менее, в высокотехнологичной сфере у нас намечаются сегодня кооперации? Я думаю, да. У нас очень много интересных совместных проектов в области нанотехнологии, энергоизберегающих технологиях, реализации программ атомной энергетики. То есть, практически во всех сферах есть очень интересные проекты, инновационные проекты. В Казахстане мы приняли государственную программу индустриально-инновационного развития. В рамках нее приняты, как я уже говорил, достаточно беспрецедентные меры государственной поддержки именно в реализации этой программы. Поэтому, кто попадает в карту, как региональной, так и республиканской карты индустриализации, они имеют соответствующие меры государственной поддержки. Это стимулирует, в первую очередь, бизнес. Но в рамках этой программы мы ставим задачу, само название программы – индустриально-инновационное развитие. То есть, критерии к новым проектам – это, в первую очередь, инновационность. В России, кстати, в рамках моего визита мы посетили два интереснейших проекта в России. Это глобальный проект «Эра ГЛОНАСС». Достаточно интересный. И он будет развиваться в рамках интеграционных процессов таможенного, в рамках таможенного союза. В России создается достаточно много сборочных производств автомобильных кластеров. И на марке мы пытаемся поддержать российского производителя с переменным успехом. В Казахстане тоже сейчас эта тема на повестке. Не опасаетесь ли вы перегруженности рынка? И нет ли здесь смысла, может быть, в рамках уже выработки общей промышленной политики развивать больше компонентное производство? Или наоборот? Объединить усилия, чтобы не создавать бессмысленные конкуренции друг к другу? Велина, вопрос очень правильный. Всему должен быть счет. И в данном направлении, особенно в автомобилестроении, конечно же, должно быть экономическое обоснование того или иного проекта в автопроме. Поэтому, если взять Казахстан, то мы предполагаем достаточно серьезный проект, связанный с строительством автосборочного производства, современного, с достаточно высокой локализацией. Это в Усть-Каменогорске вместе с компанией «АвтоВАЗ». Здесь, опять-таки, в рамках договоренности с правительством Российской Федерации, с компаниями, это связано, в первую очередь, с рынками. Любое производство, создавая продукт, тем более продукт с высокой добавленной стоимостью, мы, прежде всего, должны думать о ее реализации, то есть сбыте. Если сбыта нет, ни одно производство, конечно же, не будет работать. Поэтому мы ориентируемся, что те автомобили, которые будут производиться совместно с компанией «АвтоВАЗ», на «Азия Авто» в Усть-Каменогорске, они будут, конечно же, реализовываться, в том числе, на территории Таможенного союза. Но их направление, их ориентир будет иметь определенную географию. То есть там, где, допустим, по транспорту, по плечу транспорта легче будет доставляться. Поэтому я думаю, что это Урал, Сибирь, естественно, Казахстан, страны Средней Азии. Но у вас нет в планах сейчас приводить европейских производителей или японских производителей? Тойота, Рено и так далее. Мы же не можем бизнесу указывать. Бизнес волен сам обсуждать, рассматривать те проекты или с теми партнерами, которые они могут. Другой вопрос, насколько выгодно будет мировым производителям этих авто работать в Казахстане или в России. Хотя в России все мировые марки автомобилей достаточно успешно работают. Чувствуют себя прекрасно. И чувствуют себя прекрасно. Что все-таки по поводу общей промышленной политики? На ваш взгляд, когда можно говорить о необходимости ее развивать? Мир стоит сейчас на пороге нового технологического витка и нам в наших силах предложить что-то общее. По одному, скорее всего, мы не справимся. Подписаны все необходимые соглашения в тех или иных отраслях. В первую очередь, конечно же, это в вопросах энергетики. Я сегодня был, не договорил, что помимо эра ГЛОНАСС на презентации этого проекта, я был сегодня еще и в Сколково. Очень интересный, современный проект будущего, будем так говорить. И подходы, которые изначально были заложены в реализации этого проекта, конечно же, имеют место, что вне всякого сомнения этому проекту жить. И более того, то есть в Сколково будут создаваться на самом деле новые инновационные технологии во всех сферах экономики, необходимые экономикам наших стран. Уже сегодня на презентации ряда проектов наши руководители государственных органов, некоторые представители компании, готовы к совместному сотрудничеству. Достаточно сказать, это в области разведки энергетики, то есть в нефтегазовом секторе, то есть интересные проекты по поиску, разведке углеводородного сырья. Но и много интересных проектов, связанных с космосом. То есть сегодня эти вопросы, конечно же, дают основания, что в будущем есть хорошие продукты, которые будут в перспективе создавать как раз-таки ту промышленную политику, политику будущего. Я знаю, что есть планы приглашать резидентов Сколково работать в Казахстан. Да, и вот как раз здесь и будет происходить интеграция. Я думаю, что и казахстанские проекты могут стать резидентами Сколково. А те резиденты Сколково, которые уже наработали, которые уже на стадии внедрения и запуска этих проектов, своих продуктов, они готовы уже работать, и в том числе и в Казахстане. Я благодарю вас за это интервью. Желаю вам успехов. Спасибо.